Энергономика В том числе властей, чиновников на те указания, которые дал Владимир Путин вчера в ходе послания Федеральному собранию. В частности, президент анонсировал газификацию ряда регионов, удаленных регионов с помощью сжиженного природного газа, куда невозможно практически поставить трубопроводный газ. И рассказал о расширении программы социальной газификации на садоводческие некоммерческие товарищества на СНТ. Процитирую основные тезисы президента, что в плане обеспечить экологичным газовым топливом такие города и районы, как Якутия, Бурятия, Хабаровский, Приморские, Забайкальские края, Амурскую область и Карелию. Далее льготным категориям граждан проводим газовые коммуникации и внутри участков. Существенно обновим флот танкеров и газовозов. С помощью СПГ газифицируем Камчатский край и некоторые другие регионы. При этом жители дальневосточных территорий будут получать субсидии на топительное оборудование. На это выделят 32 миллиарда рублей. Ну и расширим программу социальной газификации и на садовые товарищества, сказал президент. Уже есть реакция чиновников, достаточно оперативная. В частности, вице-премьер правительства Александр Новак, который курирует топливно-энергетический комплекс, сказал, что правительство построит первый СПГ-терминал на Камчатке. В планах построить терминалы по разжижению газа в регионах, где нет трубопроводов. Ну и указал, что выделяются масштабные средства для ускорения газификации по поручению президента. Так, до 2025 года, то есть, по сути, до конца этого года, планируется, что 3600 населенных пунктов будут газифицированы, построят 3200 котельных и проложат примерно 25 тысяч километров газопроводных сетей. Это все до конца этого года. Вопросы и, скажем так, рассуждения по поводу газификации садовых некоммерческих товариществ. Кто знает программу текущую по газификации, которая действует, да, там СНТ можно газифицировать. Труба подводится по этой программе, если СНТ в пределах населенных пунктов находится. Далее уже по участкам за свой счет подводку делают сами члены этого СНТ. По предложению президента уже и по участкам до дома будут подводить, в том числе, там особенно, если какие-то социально незащищенные граждане будут подводить. Но так или иначе, вот одна проблема снимается. Единственное, есть вопросы. Первый вопрос, что и участок, и дом должны быть в собственности, дом должен быть жилым. И по расстоянию тоже же есть некие ограничения. Если вот от магистральной трубы на каком-то удалении находится населенный пункт, могут быть вопросы именно по бесплатной до газификации. Ну, тут действительно вопросов очень много на самом деле остается, как это будет сделано. И вот из всего, что вы перечислили, значит, по газовым вопросам, что Владимир Путин озвучил, конечно, наиболее такое животрепещущее для большинства людей – это вопрос газификации СНТ. И тут надо немного вернуться назад и пояснить, в общем-то, разницу всех этих форматов, скажем так, газификации. Потому что Владимир Путин сказал распространить на СНТ социальную газификацию. Тут важно напомнить, что есть обычная, скажем так, газификация. Это когда «Газпром» приводит к границе населенного пункта трубу. Вот он привел к населенному пункту. Населенный пункт считается газифицирован. И долгое время это, опять же, была проблема и вызывало много вопросов. Как же газифицировано, когда внутри населенного пункта далеко не у всех есть газ? А дело заключалось в том, что изначально у нас, конечно, много реформ в этом плане было, но до начала так называемой социальной газификации была такая проблема – «Газпром» не пускали в населенные пункты. Многие, и скорее так, большинство людей постоянно критикуют «Газпром» и говорят, вот качайте там Европу или в Китай, а у нас тут газа нет. Где-то это, да, действительно справедливо, но тем не менее, надо здесь, можно сказать, побыть еще адвокатом дьявола и пояснить. «Газпром» долгие годы не пускали в населенный пункт. Считалось, что он вот такой монополист, поэтому он будет, может быть, завышать там сметы и так далее. А вот система должна быть иная. «Газпром» привел к границе населенного пункта. Внутри местной власти за счет городского бюджета или местного религионального бюджета, они проводят аукцион, такой тендер. Говорят, кто хочет построить газопроводы вдоль улиц, то есть по улицам развести газ. Сейчас выигрывает какая-то компания, соответственно, строит эти газопроводы. Проблема была в том, что вот эти местные бюджеты не имели денег на строительство газопроводов. И они буквально объявляли, мы можем построить газопроводы на миллион рублей. Ну, естественно, это там пол улицы. Поэтому пока они достроят до конца улицы и уж всем разведут, проходили зачастую годы, где-то их и не было, в общем-то, этих газопроводов. Не хватало денег на это. Потом, соответственно, была реформа, и «Газпром», во-первых, пустили в города и сказали, окей, у вас есть бюджет на газификацию, вот стройте по улицам тоже. Ему дали статус единого оператора газификации. И началась вот та самая социальная газификация. Что это такое? Это новая система, которая снимает действительно с людей часть затрат. Если твой участок какой-то расположен не дальше 300 метров от существующего газопровода, то тебе этот газопровод проведут до границы участка бесплатно. Раньше за это тоже надо было платить, и зачастую это было очень дорого, потому что люди подавали заявку на так называемые технические условия. Им присылала «Облгаз» или «Горгаз» компания. Говорили, да вас там 300 метров или 250 метров. Чтобы построить этот газопровод, с вас, пожалуйста, там несколько сотен тысяч рублей, а то и под миллионы были такие ценники. Вот теперь все эти затраты до границы твоего участка, до ворот буквально, это все берет на себя «Газпром», которого и назначили оператором той самой социальной газификации. То есть вот это до забора. Это теперь социальная газификация. Но когда мы сейчас говорим о том, что она распространится на СНТ, тут надо дождаться все-таки уже принятия каких-то поправок законодательства, подзаконных актов, вот самих норматив. А что это будет? Потому что вот в обычной социальной газификации там есть четкие критерии. Тебе проведут газ до границы, но эта труба будет, насколько я помню, 9 кубов в час. То есть для твоего дома, 99% домов, этого достаточно, чтобы отопить. И 300-400 на самом деле метров площади, там все это ты уложишь, еще и газовую плиту себе поставишь. То есть это достаточно. А вот с СНТ, они же все тоже разные. Где-то там, условно говоря, 10 домов, а где-то 100 домов, или больше, или меньше. И их вот так вот стандартизировать гораздо сложнее будет. Какой мощности им подать трубу? Не ясно. Плюс к тому, эти СНТ могут быть и дальше, чем 300 метров. Вот эти 300 метров сохранятся в нормативу или нет? Вот это все будет явно определять правительство теперь по поручению президента. И, как правило, СНТ могут находиться и дальше, естественно, 300 метров. Где-то это километр, где-то наоборот. То есть они в любом случае не будут подпадать под сцену? Я думаю, что кальки таких правил, как для обычных домов, сделаны нет. Вот обычные дома, когда мы говорим, обычные участки, которые старая социальная газификация, это должны были быть земли населенных пунктов. А СНТ все-таки это иной формат. И в чем была всегда проблема СНТ? В том, что с юридической точки зрения, как бы Газпром, или Горгаз, Облгаз, они рассматривали СНТ как одного большого какого-то потребителя. И вот там люди сталкивались с такой тройной системой оплаты. Если они ГАЗ хотят подключить сначала, они все между собой должны были договориться, подать заявку в какой-то Горгаз, чтобы тебе технические условия дали. Те присылали бумагу и говорят, да вас километр. Это будет стоить 5 миллионов рублей провести. Условно. Ну, условно, да. Безусловно, по-разному совершенно вещи. Это даже зависит, даже когда к тебе надо было ГАЗ подвезти, а по твоей улице проходит газопровод, но с другой стороны дороги. И вот это было уже значительно дороже, вот до забора. Теперь это не твоя проблема. Поэтому разные условия. Но вот им нужно было эту часть оплатить, чтобы до границы СНТ провели газопровод. Потом еще раз, значит, всем встретиться и решить, а как мы будем оплачивать вот эту разводку по улицам. И там уже куча конфликтов было, потому что человек, у которого, в общем-то, рядом труба приходит в СНТ, он говорил, ну мне же надо 5 метров, а тот, кто самый последний, ему надо там 200 метров, значит, до его дома. И непонятно было, вот всем одинаково надо платить или вот тому дальнему дороже. А почему дороже? Он же не виноват, что у него там находится участок, а не здесь. И часто конфликты здесь возникали, не могли договориться. А потом еще и по своему участку. Да, как правило, это небольшие участки, там по 6 соток, но тем не менее и тут нужно завести было. Вот сейчас речь идет о том, что часть, по крайней мере, этих затрат государство возьмет на себя. Но какую часть затрат мы увидим только, когда определятся все эти параметры. Вот они до границы, даже из самого как бы слов Владимира Путина не совсем понятно. Он сказал, что надо распространить социальную газификацию на СНТ. До участков, он сказал. Да, до участков или до участка, не совсем тут понятно. Поэтому надо подождать. Идея общая ясна. Дать людям газ в СНТ. Но вот какую часть затрат на себя возьмет государство, пока еще мы не знаем. И я думаю, что весь 2024 год они только законы будут прописывать. Дальше, вот опять же, по опыту обычной социальной газификации, встанет вопрос, что надо собрать заявки, а потом только начнется строительство этих газопроводов. Опять же, тут в обычной социальной газификации тебе трубу как бы индивидуальную ввели, а здесь нужна большая, больше мощности. Поэтому нужно будет, видимо, еще и модернизировать те трубы, которые уже проложены, чтобы пропускной способности хватало. Поэтому это большая программа. Она, опять же, на годы вперед. Очень хорошо, что этот вопрос двинулся с мертвой точки. И тут важен как бы именно социальный эффект. Не зря Владимир Путин начал свое выступление с проблем демографии, социальной политики и благосостояния. Потому что вот эта газификация СНТ, она тоже, на самом деле, укладывается сюда. Множество людей живут там буквально с мая по октябрь, пока совсем холодно не стало, потом возвращаются в квартиры. Они бы с удовольствием там постоянно бы жили. И получается, что если вы проведете газификацию, и людям дадите отопление, это удобно, это дешевле, чем отапливаться там электричеством или жирным углеводородным газом и прочим, у них увеличится сразу кратно жилплощадь, можно сказать. И многие вообще сталкиваются с проблемой, что на зиму, условно говоря, все соединяются в одной квартире, и старшее поколение, и младшее. А так получается, если старшее поколение там будет, допустим, жить за городом, и им это нравится, и у младшего, можно сказать, появится стимул и демографию, так сказать, улучшить. Поэтому тут и социальный эффект очень большой будет, если удастся эту программу нормально реализовать. Но, опять же, надо дождаться подробностей и подзаконных нормативных актов, которые правительство сейчас теперь и будет совершенствовать. А другие части, о которых мы говорили, что так называемая автономная газификация, что это такое? Это, по сути, решение не строить куда-то в отдаленный регион газопровод. Ну, может быть, сейчас пока не строить. Например, про Карелию, когда мы говорим, а сейчас, наоборот, принято решение построить довольно большой газопровод в Мурманскую область. Может быть, в перспективе потом из Мурманской области труба и дойдет до Карелии. Но пока, вот о чем Владимир Путин говорит, это когда трубу строить туда экономически нерентабельно, то есть большая затрата на строительство, и потребителей там не так много, то на конце трубы существующий строит завод малотонажный по сжижению газа. Его охлаждают до минус 162 градусов, и потом автоцистернами, как правило, везут в более отдаленный населенный пункт. Там эту цистерну ставят либо на котельной, либо на электростанции, ну или просто для бытового употребления. И постепенно-постепенно, соответственно, из этой цистерны газ вырабатывается, потом привозят новую и так далее. Это автономная газификация. И здесь прелесть в том, что в России есть технологии строительства малотонажного СПГ, сейчас очень много, в общем-то, проектов реализуются, и в Московской области, и в Сибири, и на Дальнем Востоке. Поэтому вот это один из вариантов, как все-таки дать людям газ, но при этом не строя там многокилометровые газопроводы, которые зачастую проложить сложно по географическим условиям. А Камчатка вообще отдельная история, довольно интересная. Там были обнаружены газовые месторождения, они разрабатывались «Газпром», а потом, в общем-то, они истощаться начали, и падение собственной добычи произошло. А газопроводы уже есть, всех перевели на газ, и, естественно, там Петропавловск-Камчатский, не очень-то люди обрадуются, когда обратно их на уголь вернут, или там скажут, обратно мазут завозить будем, и так далее. И вот там они как бы оставляют газовую всю составляющую энергетики. Инфраструктуру, да? Да, и просто построят терминал по приему как раз СПГ, но уже такого крупнотоннажного. И Сахалина, где завод по жижению, в общем-то, есть, будут периодически танкерами завозить вот как раз на Камчатку это СПГ. Поэтому это вот прям отдельная такая история, когда СПГ крупные партии будут привозить на Камчатку, и там газ оставаться. Ну, говорят же, что жиженый природный газ дороже, ну, даже в том смысле, что его нужно сначала сжать, охладить до низких температур, потом, значит, разжижение провести. Да, вот как раз поэтому и идет речь о субсидировании. Потому что еще и тут такая коммерческая история появляется, что акционеры вот этого завода по жжению газа на Сахалине, там сейчас контрольный пакет, конечно, у Газпрома, единственный, кто оттуда ушел, это компания Shell. Но там японские компании остались. Они, конечно, говорят, слушайте, мы же эти объемы могли продать ту же самую Японию и Южную Корею, получить гораздо больше. И вставал вопрос, а кто вот эту разницу между мировой ценой и внутренней российской компенсирует. Ну, в целом, в общем-то, там речь идет о том, что часть, видимо, как бы такого убытка возьмет на себя Газпром, но в основном бюджет это компенсирует. Вот для того, чтобы на Камчатке газ не стоил столько, сколько там в Японии или в Южной Корее. Поэтому все-таки доступность газа сохраняют. И в этом плане можно сказать такое изменение определенное, что у нас какое-то количество лет газ все-таки воспринимали, что вот весь мир от него отказывается, и мы вроде как тоже должны постепенно от него отказываться. Давайте что-то другое развивать, вызнавляем источники. Вот сейчас такое ощущение, что немножко как-то мы отходим от таких западных, скажем, европейских нарративов в этом плане и наконец признаем, что ну раз у нас газа много, мы мировой лидер по запасам газа, и уж тем более, если сейчас тому же самому Газпрому девать некуда этот газ, давайте уже развивать газовую генерацию. Она экологически чистая, среди всех ископаемых источников энергии, самой лучшей. У нас газовые электростанции есть в крупных городах, и в Москве никто же этого не ощущает, что там газ горит. Но опять же, на кухне горит в комфорте газ, мы же этого не замечаем, попробуйте там уголь затопить. И в этом плане давайте этим пользоваться, это наше конкурентное преимущество. Хотя, конечно, вот эта газификация СНТ, надо будет посмотреть сколько их, потому что совершенно данные разнятся. Кто-то говорит, что их 80 тысяч в России, они, конечно, в основном крупных городов, Московская область, Ленинградская область, на юге их много, и там, опять же, по предварительным данным, вроде как 2600 или 2800 миллионов, 2800-2600 миллионов участков, сколько они возьмут газа, не совсем понятно, но пару десятков миллиардов кубов в итоге они могут на себя взять. У нас в целом население потребляет примерно 100 миллиардов кубов. Это 20% вообще российского потребления газа внутреннего. И к Газпрому, то есть это не заменит, конечно, экспорта в Европу, потому что в Европу он в 21-м году поставлял 160 миллиардов кубов, в 23-м уже было только около 27-28, и по цене, естественно, он не заменит, но, конечно, такой же доходности не будет, но вы хотя бы сможете немножко восстановить объем добычи, вы же эти месторождения уже разработали, они уже в эксплуатации, просто там сейчас снижен объем производства. Поэтому дополнительный рынок сбыта, пожалуйста, почему нет? Поэтому это история, где выиграть в итоге могут все. Но главное государство контролирует реально цену отпускную. Это даже вот без СНТ, в целом у нас, когда говорили про газификацию, основные страхи людей были, что вот сейчас нам построят кучу газопроводов, газ-то нам дадут, а потом еще и цены поднимут на него. При том, что подключение газа у нас всегда было дорогое. И много вопросов. Тут как раз вопрос рентабельности «Газпрома», его дочерним предприятием, тянуть трубу в СНТ. С одной стороны, как вы правильно говорите, будет большой охват, большой пласт новых потребителей газа. И вы привели пример Европу, где там несколько лет назад туда поставлялось в полтора раза больше, чем расходует население России газа. Сейчас в пять раз меньше. То есть новый рынок сбыта открывается. Но, с другой стороны, накладная трубу тянуть, подключать. С другой стороны, люди будут платить за газ. Да, не как в Европе, но, тем не менее, будут. И плюс оборудование ставится достаточно недешевое. И ежегодное обслуживание сюда тоже закладывается. Да, причем сейчас реформа прошла, когда вы обязаны подписать новые договора по обслуживанию, в основном с дочерними структурами «Газпрома». И вот здесь основной риск как раз и заключается, что раньше «Газпром» всегда говорил, я осуществляю газификацию, я осуществляю поставки на внутренний рынок, и поэтому надо сохранить мою монополию на экспорт трубопроводного газа. Я там получаю сверхприбыли, потому что здесь у меня убытки и так далее. Сейчас, наверное, цены довольно высокие на внутреннем рынке тоже, и сама газификация. Конечно, затратная история. Главное, чтобы государство не позволило необоснованно поднять цены, потому что тогда будет совершенно обратный эффект. Все ожидают эффекта социального, что люди будут довольны, им улучшили качество жизни. А если в итоге это все закончится сверхвысокими тарифами, тогда люди, наоборот, почувствуют себя обманут, потому что у нас газ всегда воспринимался как элемент социальной справедливости. Вот у нас в России... У нас в сравнении, посмотрите, что у соседей сколько там, а в Европе сколько там, за голову схватить. Да, то есть в этом плане главное, чтобы государство соблюло баланс. Да, нужны затраты на газификацию, но, с другой стороны, газ должен оставаться доступным для населения. И вот посмотрим, конечно, как это все будет реализовываться. Это основная цель. Да, ну, задача поставлена. Я думаю, что она будет выполняться. Как уже, какие нюансы, это отдельно пропишут профильные ведомства.